В преддверии празднования Дня пожарной охраны дунайские школьники побывали в пожарном депо. Учащиеся третьего класса 253-й школы узнали много нового и интересного о службе пожарных. О том, как прошла экскурсия, смотрите следующий сюжет. Экскурсия в пожарную часть захватывает с самого начала. Спецмашины, огромное количество пожарных рукавов, огнетушителей и много всего интересного. Ребятам рассказывают об особенностях несения службы в подразделении пожарной охраны. Маленьким гостям показывают основные помещения пожарной части. Одно из них – диспетчерская, куда поступают вызовы о пожаре и других происшествиях. Дежурный регистр полиции принимает, отвечает пожарно-спасательная служба. Мы занимаемся только отрушением пожара, но и спасением людей при дорожном транспорте происшествия и других чрезвычайных ситуаций. Здесь размещается аппаратура, телефоны, также радиостанции. Учащиеся третьего класса до этого никогда не бывали в пожарной части. А потому ребятам любопытно познакомиться с профессиональной деятельностью и повседневным бытом огнеборцев. Дети разглядывают учебные классы, где за партами каждая дежурная смена разбирает тактику тушения того или иного пожара. Но с большим интересом, конечно, школьники осматривают экипировку огнеборцев. Основное пожаротехническое вооружение и пожарные автомобили. «А что там лежит? А что там лежит? Сумки». «Здесь лежат спасательные верёвки для спасения пострадавших с этажей здания. Также комплект защиты при дорожном транспортных происшествиях». Специалисты пожарного дела демонстрируют учащимся спасательное оборудование, которое используется при эвакуации людей из горящего здания. Затем мальчишкам и девчонкам разрешают примерить дыхательный аппарат. Всё настолько интересно и познавательно, что эмоции ребят переполняют через край. А по завершении встречи ребятишки смогли порадоваться мощным потоком воды, которые извергались из пожарного лафета. В общем, экскурсия прошла на ура. Фотография на память со всем дежурным караулом на фоне пожарной машины. Дети благодарят пожарных за яркие впечатления и отправляются домой, точно зная, каким образом пожарные вступают в борьбу с огнём и спасают людей.